Ну чё, приступаем. Надо обесточить сейчас машину. На лак ремовер не работает. Был какой-то злющий такой ремовер, который вместе с лаком сносился. Вообще всё очень странно. Такое ощущение, что кто-то выклевал крышу. Зачем? Непонятно. Я так чувствую, что сейчас я вскрою, а там окажется какая-нибудь херня. Неизвестно. Поднимет, не поднимет она. Да, видимо, не просто так красилась крыша. Да, это не шпаклёвка. Это не шпаклёвка, это похоже на грунт. Причём два разных шлоя. Судя по всему, чёрный это акрил. Непонятно, зачем чёрный акрил для нас не было. Просто он везде серый. Так, надо заклеивать всё. Дела. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что я шлифовал без круга. Не заметил, как не поставил. И такой шлифун. И не поймут, что за херня. Какой-то, видите, ссадины. Не знаю, там видно. Вот это, мне кажется, видно. Вот это. Ну, короче, я надеялся, что всё по-быстрому произойдёт. Что химия подействует на это. И уж базу точно снимет. Ну, нихера. Базу подрывать надо. Нужно брать, короче, круг щестной 80-ку. И сошлифовывать краску. Сошлифовывай грунт, краску. До металла. И только потом можно уже будет заливать. А поскольку у меня ещё вон там предстоит. На внутренней стороне этой, в этой вот, да, части люка. А то много работы. Ладно. Потом покажу. Попробуем льти с полым диском. Да, только нужна маска. Тяжело. Ну, хорошо, что полгарка ещё лёгкая. Тяжело было бы гораздо тяжелее. Ну, нам нужны диски. Нужны круги 80-ки. Проще будет съездить за кругами. Короче. Короче. Нужны круги. Без кругов как бы счищать нет смысла. Ну, то есть долго это всё. 80-ки, чтобы счистить всё. В идеале шпаклевать мне нечего. Здесь поэтому мне тонкие вообще не нужны. Ну, имеется в виду тонкие очистки. Тонкой. Тонкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В принципе вариант Непонятно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, как бы получится-то хорошо, я знаю Вот только губочку бы мне какую-нибудь лучше было У меня её сейчас нет Сдулось Так, друзья, ну Сегодня вот ночью Не спаслось, не знаю Наверное, залило сюда Тяжело с люком красить Хочу показать, что получилось Вот смотрите Вот с этой всё в порядке, да? Вот с куском крыши Здесь всё в порядке Ну вот, а вот здесь Здесь было ещё больше ржавчины Но это ржавчина Короче, видимо, оцинковка А здесь её нет Вот я попытался вчера закрыть Но я вот что скажу Видите, вот это всё Это всё Раз, волна, два, волна, три, четыре, пять То есть яма, 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 яма А при этом при всём Вот если посмотреть Видите, здесь силовые элементы идут То есть это сила Вот она, вот она, вот эта часть То есть это усиленная часть То есть там был профиль И получается, что Вот, ну, как бы моя мышь На этот счёт Вот смотрите, тоже Видите, дошлифованная Вот здесь вот я покрывал То есть есть ли смысл покрывать Если так коррозия не подвержена Деталь, а идёт, видите, вот повреждение Короче, есть ли смысл делать Лудить всю крышу, если она пойдёт волной Конечно, нет То есть Нехорошая эта идея Не самая лучшая Надо, короче Сейчас я буду Вычищать опять всё это Вышкуривать, да Убирать ржавчину Протравливать Убирать Остатки ржавчины Потому что мне нужно ещё там Несколько места Пройтись, где могло бы быть Вот Замотировать всю Часть крыши С заходом вот Сюда Да Вот в эти части Потому что здесь тоже Видите, пошкребанная Вот она То есть надо всё вот это будет Зачистить Вот эти места Тоже каким-то образом Щёточкой, может быть Металлической Зачистить И И красить Ну не красить В смысле покрывать Сначала антикором А потом готовить И Красить Так Поехали Блин Тоже начинается Вот Блин Твою мать Видите Вот это вот Надо закрепить Ржавчина чернеет То есть она вот Была оранжевая Здесь И постепенно Она просто взяла И превратилась Черные Серые Ипята И И Рождество Здесь Очень Поехали Да И 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 Уже лучше. Цепанул шлангом немного. Сейчас у меня еще есть. Так, все. Вот. Промежуточный этап работы. Все содрал пленку. Оставил только внутреннюю. Если не будет, что-то хер с ней. Так, машинка, в принципе, покрылась аккуратно. Это клей от скотча. Завтра будет вставать. Не успел он еще. Подтеков особых нет. Но я все равно немного подшлифую. Ну и плюс добавок устранять там эти волны. Потому что если их сейчас не устранить, то они, вот они. Видно, да? Вот они. Пиздец. Блин, если бы я не грел бы, не делал бы полом здесь, ничего бы не было. Этой херни бы не было. Все. До завтра. Да, очень интересная губка оказалась для шлифования. Великобритания. Тут было написано Bosch. Какой-то номер. Не знаю. Сделано в Великобритании. Мне очень понравилось. Что-то в районе 400. У нее зернистость. Ребят, ну она так хорошо, мягенько все стирает. И ее помыл. Она внутри воду держит. То есть дает возможность прям зашлифовать очень хорошо. Очень хорошо. Вот это более-менее. Это зашлифовать. Вот здесь вот яма. Да, вот она яма. Будем же шпаклевать снова. Ну вот, ребята, насчет того, что нужно лудить. Вот результат. Здесь тоже яма. Раз яма. Два яма. Вот она третья. Вот четвертая. Здесь, опять же, после шпаклевки, придется покрывать все акриловым грунтом. Убирать вот эти вот переходы. Так что гладкого перехода не будет. Не ждите. Она выкрашится. Тоненькая. И будет ребро. Вот типа такого. То есть и вот эту всю пористость нужно будет убирать. Сейчас я зашлифую. Но вот это место уже. Вот оно. Вон яма. Не знаю. Видно, не видно. Вот так вот это выглядит. Ну, короче, сейчас я закончил, запылил ту поверхность. Там видно не очень ровное место. То есть шпаклевкой я зашпаклевал основные ямы. Сделал пальцем буквально прогиб. Там реально очень мягкий металл. Но дело не в металле. Дело в том, что не надо было делать дурацким этим оловом. Блин. Исполняем поры. Еще надо здесь пролить. Так. Ну, знаете, лиф неплохо покрылся. Смотрите. вот на оцвет. Неплохо выглядит. Очень, знаете ли, неплохо. Не знаю, плохо видно только на камере. Покрылась, в общем-то, по ощущениям. Весьма плотненько. Сейчас надо начинать шлифовать. Я вот рукой провожу. Не чувствую неровности. Вот здесь немножечко горбик. Но вот это все будет стачиваться. Надо было здесь. Сейчас беру шлифовать. Так, помоем. Ага, ну вот сразу проступили. Можно видеть. Но я думаю, что даже отсюда их видно. Все эти косяки. Сейчас шлифовать. Шлифовать сколько можно. И, боюсь, еще покрывать. Либо шлифовать до победного. Ну, посмотрим. Ага. Ага. Плохо получилось. Буду зачищать. Снова замотовывать. И опять покрывать. Сейчас снимаю пленку. Пленку еще надо будет купить. Ну, и скотч тоже. Ну, в общем-то, неудачный. Первый эксперимент. Новый пистолет. И загустел отвердитель. Он так гелевый стал. И вот теперь, видите, вот эти шлифки. Не прокрасан. Но это не прокрасан. Ладно, здесь должно было быть так, как заводской. Ну, вот. Плевки. Видите, что с ним встало. И вот это вот тоже. Это гель, похоже. Ну, это гелизированный отвердитель. Да. Вот так все это жутковато выглядит. Хотя здесь вот достаточно сносно. Вот должно было получиться вот так. Ладно, сейчас другой пистолет возьму, во-первых. У меня, правда, еще я сеточки взял. Фильтры. Сейчас я все это приготовлю. Будем зашкуривать. Заполировать и сполировать краску. Ну, вот. Все сточил. Сейчас надо будет помыть от этой вот, от краски. От всего. Вот такая вот пролысина, недокрас, в прошлый раз. Вот так вот все это выглядит. Сейчас буду заново заклеивать. Ну, в принципе, смылось их хорошо. Ну, вот этот вот антисиликон. Немножко осталось. Фильтры взял, чтобы профильтровать краску. Заклеенные. Машины приготовили вперед. Упрофильтры взял. Упрофильтры взял. Копки. Упрофильтры взял. Субтитры подогнал «Симон» Ждем Субтитры подогнал «Симон» Там наплыв Сейчас будем снимать Есть кисечки Наплыв Там наплыв И небольшие напылы Но краска уже правильная Так, ну давайте осмотрим Ну, я думаю, что видно, да? Наплыв Вот она тут и тут А низкая попала По крапинок каких-то Вот еще одна Ну вот Подкрасилась чутка резинка Но сейчас я это буду смывать Видите? Вот это вот напыл Надо было ближе пистолет подносить Так, в принципе, неплохо В некоторых местах вообще идеально Лобик мелкий Неровности Здесь вообще идеал Вот покрасил Сейчас буду смывать Ну, здесь вот эта часть вообще идеальна Вот лоб ничего Вот здесь вот запыл Но это я отнес далековато пистолет И было бы тоже идеально Старался выправить потом Вторым слоем Но второй слой Как показывает практика Не лечит такие вещи Вот из-за этого наплыв Что стал заливать Вот Ладно, короче Я вычищаю Заделываю машину Ну и потом уже собранную Наверное, готовую Уже с люком Увидите Все, всем пока Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ну, пишите то, что вы думаете Об этом Буду еще украсить Хочу покрасить металлик Как-нибудь И опять же Использовать каким-то образом олово То есть в нем должен же быть Какой-то смысл Смысл в том, что я подумал Что это На том синим Надо будет вытягивать крыло И возможно К нему можно будет припаяться И тянуть Вот как бы смысл Да Ну и потом выровнять Чтобы это все было гладко Именно оловом Оловянным припоем Все Всем спасибо за внимание До скорой встречи Пока Так Ну вот что я утром обнаружил Видите Вот Там ничего еще Вот внутренняя сторона люка А здесь все Ну вот здесь вот по краю Да Все помутнело Схватилось Но уже днем Пришлось накрывать срочно Пленкой И вот что Видите От пленки осталось Сейчас взял Короче Шкурку Блин Не могу найти Держатель Для шкурки Но буду сейчас Шлифовать Попробуем восстановить Видите Что происходит Не успела схватиться Вот Защита Тут стояла Какая-то Профиль Да Конечно Просто Пипец Сейчас Пропаем Ну вот Короче Вывод один Ребят Имейте Крышу И время На то Чтобы Застыло Вот она Не успел До росы Схватиться Там где успел Вот Видите Вот это место Идеальное А вот С этим Сейчас Посмотрим Что будем Делать Сейчас Вышкурим Восьмисотой Так Вот у меня Восьмисотка Есть Давайте С ней Начнем Ну короче Я пошел Дальше Делать Получилось Вот так В принципе Лучше Чем было Гладенько По крайней мере Но Видно Да Дымка Плохо Полируемая Я думаю Еще В принципе Получше Поточить Посмотрим Давайте Первым Пройдем Слоем Вот он Видите Вот он Глянец А вот Белая Я боюсь Что Вот это Белая Останется Это Внутри Лака Внутри Краски И Это Конечно Не собьешь Это Внутри Структура Краски Поменялась Эти места Еще Ничего А вот Она Пошла Первая Приятненькая Такая Не знаю Можно попозже Еще Полировать Сейчас Вот Той же Капельки Видите Еще Буду Сошлифовывать Все Вот Это Ну Вот Что Получилось Ну Если Шлифовать Можно Но Протиры Здесь Много Протиров Раз Два Три Ну И Честно Говоря Мне Не Очень Нравится Неровность Крыши Из-за Этого Так В принципе Неплохо Получилось Конечно Краска Когда Ложится То Вот Этого Белого Нет Когда Нормально Ложится То Есть Ну Получается Что Нужно Полировать Поставить Люк Пока Ездить А там Разберемся Так Ну Второй Раз Снимать Гораздо Проще Оказалось Демонтировал И Вот Я Чего Понакрутил Видите Что Это Видите Вот Зафиксировалось Теперь Она Не Выпрыгивает Теперь Она Ну Единственный Люфт Появился Небольшой Но Она Заходит Если Немножко Подточить Край То Она Будет Заходить Можно В принципе Вынуть Ее Подточить Чуть Ну Здесь Вот Край Чуть Чуть Мешается Из-за Того Что Это Елозит То Есть Фиксация На Каком-то Здесь Месте Вообще Непонятном Ненужная Совершенно Фиксация То Есть Надо Было Вообще Ее Прикрутить Двое Двумя Винтами И Все Ну Треснет Иначе Ну Вот Так Лучше Сейчас Вычищаю И Вперед С Ставлю Будет Упорская И Все Сработает Вот Так Все Как видите Немножко Ума И Фантазии Все Сейчас Собираю Тогда И Ставлю Назад Смотрите Дальше Ну Вот Коврюка Стоит Как вы Видите Гадская Покраска Моя Работа Буду Исправлять Сначала Отшлифую Эту Краску Ну Чтобы Не торчало Ничего Неровности Да А Потом Наверное Опять Перекрашу Но Теперь Уже Внутренней Поверхности Я красить Не буду Все Покрыто Нормально Ну Посмотрите Сами Внутренней Поверхности Прокрашено Все В идеале Люк Стоит Зафиксирован Я думаю Что он Будет Работать В принципе Его Можно Надо Будет Найти Только Чем Откусить Ну Болгарка Не хочется Просто Зацеплю Алюминий Сверу То есть Аккуратненько Откусить Либо Ножовочкой Отпилить Ну И Эту Тоже И Все Можно Закрывать Потолком Ну И Подключать Надо Все Это Хозяйство К Органам Управления Что там Куда Было Я Сейчас И Не Помню Вот Вот Это Конечно Я Думаю Решим Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор